Которых изучают необычные явления, которые не могут объяснить точки зрения уже существующих теорий. Ученый уверен, вся Вселенная это сплошное информационное поле. Запечатлевается, реплицируется абсолютно все события, которые происходят во Вселенной до последнего бита. И выяснилось, что человек способен сканировать эту информацию. Физик-ядерщик уверен, совсем скоро видение ясновидящих можно будет выводить на экран монитора. Вы, скажем, можете экстрасенсу или ясновидящему, или психометристу дать какой-то предмет. Ну, например, предмет, относящийся к времен Куликова сражения. И он покажет, кто как воевал, где что находился и так далее. И вы это на экране видите. Это не будет кино. Это будет настоящая натуральная зверская битва. Еще 30 лет назад, во времена СССР, за подобную гипотезу, любой ученый тут же был бы осмеян коллегами и лишен своих научных степеней. Советская фундаментальная наука базировалась на строгом материализме. И лишь ограниченный круг людей знал, что в ЦК партии к феномену ясновидения относятся очень серьезно. В 1982 году в Москве в секретной лаборатории Института радиоэлектроники проводилось масштабное исследование людей, которые, по их словам, обладали феноменальными способностями. Среди тех, чьи способности проверялись в той лаборатории, была Джуна Давидашвили. Самая известная ясновидящая СССР, которая лечила все руководство ЦК КПСС, в том числе Леонида Брежнева. В силу особой секретности темы, к самим исследованиям был привлечен лишь узкий круг проверенных специалистов. Однако известно, что феноменальные способности Джуны потом изучали в психиатрической клинике имени Ганушкина, на базе которой располагался Институт психиатрии. Было сделано заключение, что, несмотря на все ее очевидные и очень яркие способности, все-таки предполагался диагноз психического расстройства, психического заболевания. Неужели все, кто называет себя ясновидящим, психологически нездоровый? А может быть, именно этот феноменальный дар и становится причиной подобных отклонений? Я расстроила все тайны. Многие медики убеждены, способность видеть то, что не под силу заметить обычному человеку, бывает лишь у людей с измененным сознанием. По мнению профессора психиатрии Юрия Полищука, дар так называемого ясновидения – сильнейший стресс для психики его обладателя. Конечно, если они интенсивно занимаются такого рода практикой и напрягаются внутренне, интеллектуально, эмоционально, то я могу заранее сказать, что это чревато психическими нарушениями и отклонениями. Полищук за свою долгую практику не раз встречал людей со сломанной психикой. И многие из них называли себя пророками. Скорее всего, речь идет о бредовых расстройствах. То есть бред величия у него. Он прорицатель, он провидец, он человек со сверхъестественными возможностями. Безумная Кассандра. Это выражение стало нарицательным. Согласно мифу, дочь царя Троя Кассандра была настолько красива, что в нее влюбился бог Аполлон. И в знак своей любви дал Кассандре дар ясновидения. Согласно древнегреческим мифам, красавица отвергла влюбленного бога. Аполлон наложил на девушку проклятие. Пророчествам Кассандры перестали верить. Ее обвинили в сумасшествии и не выпускали за пределы дворца. Несмотря на то, что все ее предсказания о падении великого города Трои и о гибели жителей сбывались во всех деталях. Почему же люди, обладающие даром ясновидения, часто объявляются сумасшедшими? И почему только сегодня ясновидение стало предметом исследований серьезных научных лабораторий? По некоторым данным, в НАСА уже разработана система упражнений, обучающая космонавтов думать в будущем времени. И в полетах они находятся в состоянии, позволяющем непрерывно предчувствовать будущее. Космонавты рассказывают, теперь они предвидят возможные проблемы до их возникновения и успевают принять меры для их предотвращения. Подобная практика является и основой философии восточных боевых искусств. Именно такие, казалось бы, необъяснимые факты успешного проникновения в будущее заставляют ученый мир продолжать исследования в этом направлении и выдвигать все более сенсационные теории. Однако не все специалисты настроены так оптимистично. Пока нет реальных доказательств механизма действия дара ясновидения, серьезно к возможности предвидеть будущее относиться не стоит. Это все ненаучная реальность. И если мы не можем проверить, не подтвердить, не опровергнуть, то говорить об этом явлении как о реальном у нас нет никаких оснований. И это единственная возможная точка зрения ученого. Она не сенсационная, она скучная, поэтому, может быть, ее и не слушают. В 1837 году Парижская медицинская академия учредила премию в 3000 франков за фактическое доказательство ясновидения. И вот уже почти два столетия эта премия не находит своего обладателя. Хотя французские академики предложили провидцам пройти очень простой тест. Ясновидящим предлагалось прочитать текст на бумаге, который медики помещали в непрозрачный пакет. В течение нескольких десятилетий многие пытались пройти это испытание, но никому этого сделать не удалось. Подобные эксперименты проводятся во многих странах Европы, но в результате до сих пор не появилось ни одного человека, заявившего себя в качестве ясновидящего и выполнившего такое простое задание. Так что же тогда ясновидение? Вечная фантазия человека о сверхспособностях, которыми обладали герои сказаний и легенд? Дар, данный нашим предкам, чтобы предугадывать опасности и выживать? Или инструмент, которому современным ученым еще предстоит найти инструкцию по эксплуатации? Ведь когда это случится, для человечества начнется по-настоящему новая эпоха.